Всем привет! Сегодня продолжается наша прекрасная рубрика 1 плюс 1, продолжается серия Левитов Чест Лиг и сегодня играют победители предыдущей августовской серии, люди, которые также отбирались в финал и в июле. Шикарные блицоры, два гроссмейстера, Вугар Расулов и Матиас Блюбаум. Давайте с ними поздороваемся. Вугар, добрый вечер, Матиас, хай! Добрый вечер! Давайте тут из-за того, что есть небольшой языковой барьер, давайте Вугар я с вами сначала поговорю, спрошу, как у вас дела, какие впечатления, какие предвкушения о матче. Хорошо. Можно, да, я английский? Да, конечно, мы поговорим в английском. Хорошо. Хорошо. Привет, всем. Сначала хочу сказать спасибо за организацию, за этот замечательный турнир. И я надеюсь, что будет интересный и хороший игрок для всех. И хорошая счастье, мои враги. Спасибо. Вугар передает спасибо нашим прекрасным организаторам, команде Левитов Чес и желает Матиасу прекрасной игры и шикарных интересных партий. Итак, Матиас, как вы сегодня? Как вы думаете о матче? Как вы думаете о матче? Да, я хорошо. Прежде всего, это так же, как мой враг сказал. Спасибо за организацию. До свидания. 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 Давайте я еще раз переведу. В принципе, Матиас тоже желает всего лучшего и желает удачи вугар и передает спасибо организаторам. Ну, что ж, тогда без лишних слов. Давайте начинать шахматы. Right, guys? So, best of luck. Let's start the games. Thanks. Чат, добрый вечер. Как раз начинаются у нас игры. D4 в первой партии. Всех рад видеть. Давно уже мы вугар просит небольшую техническую паузу. Давайте немного. Тогда подождем. Я пока пообщаюсь, друзья, с вами. Добрый вечер, чат. Давно мы с вами не виделись. Как у вас дела? Федор, Макс, Виктор. Приветствую. Давайте немного подождем вугара. Yeah, it's in turn of your muted. You are muted. Great, great. It's okay. Отличная звука. Звук отличный. D4, конь F6. Все, партия началась. Все. Всем привет. Конь F3, E6. Давайте напомню, что Матия с Блюбаумом в предыдущем матче играл очень интересный стык с Максимом Матлаковым. Там достаточно интересным образом почти все партии игрались после D4. Поэтому сегодня тоже можем ожидать чего-то похожего. 4, D5. Что там у вугара? Да, все. Теперь все хорошо. К счастью. Начинаем играть. Очень распространенная позиция. Классика, что ли, вообще хода D4. Она может получиться из защиты Немцовича. А, прошу прощения. Слон черных на E7, да. Немцович, она обычно получает слон на B4, но структура та же самая. Здесь много из разных планов. Один из них белый слон идет на B2, конь на E5, пешка на F4. И за счет этого белый играет. Да, вот уже коня на E5 видим, потому что оттуда он будет воздействовать на важные поля, поддерживать атаку на королевском фланге. Федор, приветствую. Толмашенко, приветствую. Да, и конь E4, стандартный тоже маневр. Закрыть белопольного слона, потому что иначе можно было бы получить много разных ударов на королевском фланге. Конь E4, DE, ну, здесь открывается диагональ, но на слон C4 бы, наверное, B5 последовало. Там он был бы не опасен. Конь F6. Поле C6 у черных не самая крепкая, что ли. Можно вот C1 где-то попробовать рано или поздно. Ну, тоже есть своя контр-игра. Конь придет на D5. Ф6 был черный, пытаться сгонять коня. В общем, позиция с обоюдными шансами здесь лучше будет и того, кто первым успеет реализовать, что ли, свои стратегические преимущества. То есть у белых это поле C6, сильный конь на E5, какая-то возможная атака на короля, а у черных это сильное поле на D5 и попытка согнать коня путем F6. И делаем вид, что каменная стенка удалась. Ха-ха, да-да-да, отлично. Ферзь C2. Видимо, против конь D5 этот ход, потому что на конь D5 есть, по крайней мере, перспективная возможность на E4 где-то сбить. Где-то C8. Ну, здесь конь C6 бросается в глаза. Там большой вопрос, могут ли белые этого коня на C6 удержать. То есть в примерном варианте конь C6. Ферзь D7, ладья C1. Если бы удалось зафиксироваться на поле C6, белок бы было просто поприятнее, но какие-то конь D5, возможно, с атакой на E3. Не факт, что белые сумеют, что ли, консолидироваться. Давайте я могу это продемонстрировать. Конь C6, например. А нет, не могу здесь, к сожалению. Нет такой функции. Будем наблюдать. Интересно, что уже намного лучше Vugar действует в контексте времени, имеет в два раза больше. А в Блице это вдвойне важно. У Vugar практически три минуты, практически ничего он не потратил. А Матиас, единственный наш нескоговорящий шахматист в серии, уже чуть больше минуты всего лишь имеет. Ладья C1 так, более крепко что ли, более надежно, но, на мой взгляд, следовало бы это сделать просто побыстрее, потому что, конечно, в Блице оставлять минуту против двух с половиной очень рискованно. C5, ферзь D2. Ну, то есть черный пытается избавиться от отсталой пешки C7, как-то меняться на D4 где-то. Ну, а белые в перспективе тоже будут стараться играть по линии D, по линии C, которые сейчас в скором времени вскроются. Белыми играет... Да, кстати, не видно здесь, кто играет белыми, кто черными. Белыми играет Матиас Блюбаум, черными Вугар Расула. Давайте, потому что у нас на экране не видно, кто каким цветом играет. Буду пока что объявлять, может быть, если получится как-то сделать, что у нас будут видны соперники. Матиас Блюбаум белыми Вугар Расула в черными. Вообще Матиас в классику имеет рейсинг выше, больше чем на 200 пунктов. У Матиаса сейчас 2675, если я не ошибаюсь, а у Вугара 2460. Но в Блиц оба шахматиста играют очень сильно. В Блиц, возможно, Вугар даже поперспективнее в контексте времени. Но у Матиаса может быть большая практическая сила. Ух ты, а тем временем... Тем временем очень веселую тактику зевнули. Зевнули белые, конь Ф4, и теперь после ферзь Д8 есть промежуточный шаг, конь Е2. И после конь Е2 черная стоит с лишней пешкой. То есть король Ф2, ладья Д8. Да, так сейчас и последует. Король Ф2, Д8. Король бьет Е2 и лишняя пешка у черных. Должно, наверное, хватить инициативы белых здесь для равенства. Потому что все-таки очень активно у них фигуры. Ладья сейчас где-нибудь зайдет на С7, кстати. Может быть, можно было и на ход раньше это сделать. Может быть, даже нужно было. Тут все-таки черные прикрыли как-то все поля вторжения и стабильно остались с лишней пешкой. Это уже выглядит как игра, что ли, на два результата, но понятно, что это блиц, и здесь все что угодно может произойти. Время. Да, время тоже не видно, к сожалению. Давайте к следующей партии попробуем мы все это вывести на экран. Скажем так, у белых сейчас 1 минута, у матеса, а у черных 2. То есть достаточно весомый перевес по времени. В угар, Джи-Джи. Здравствуйте, Юрий. Юрий, приветствую. Рад всех видеть. Черные сейчас с короля подведут на Д6, чтобы освободить ладью. Будут пытаться где-то реализовывать свой перевес на фланге. Король Д6 выглядит логично. Потом большой вопрос, стоит ли менять ладьей. Скорее всего, нет, потому что есть вероятность, что не получится прорваться. То есть слон известен тем, что он ходит только по полям одного цвета и против него иногда работают крепости. Но здесь очень прагматично играют черные. Не зевает ли они вилку, правда, после хода ладьет С2? Нет, вроде там есть украшение слон Д5. Да, полица 6 прикрыта. Король Ж3. Белые очень активно стоят. Понятно, что это только для ничей может хватить. Все-таки без двух пешек выиграть сложно любой эншпель. Но для ничей так, судя по всему, все-таки должно этого хватить. Сейчас Ж5. Король все-таки белый прорывается. Сейчас придет на Ж5. Ну и, кстати, после такой трансформации уже вообще не факт, что черных здесь лучше. То есть слон Д5 плохой. Пешки А6, Б5. Одна из них лишняя, но она никуда не идет, эта пешка А6. Блокированная пешка Б4. Слон упирается в свои пешки. И сейчас черные просто останутся даже без лишнего материала. Соли по всему. После ладья Ф6 промежуточного шаха. Ну, можно и ладья А6, да. Я думаю, имело смысл дать сначала шах на Ф6, чтобы отогнать короля от пешки Ж6. Но в любом случае. И на ладья Ж1, видимо, планируется король Ф4. После чего король идет на Е5 и ладья А7. И уже может быть опасно. Пока 30 секунд у белых, минуты у черных. То есть время, в принципе, есть. Ну, а конь Б5 выглядит как попытка забрать еще одну пешку и сбежать с ней. Безнаказанно. Потому что после ладья Б4 будет вилка на С7. Слон С6. Можно конь Д4 вернуться. Ладья Б7 пешку защитить. Потом Б5. Кстати, король Ф6 и сразу мат грозит. И это уже выглядит еще более привлекательно для белых. Большой вопрос, конечно, можно ли будет держать эту пешку Б4. По крайней мере, на таком времени, которое было, не смог сделать это Матиус. Вот, друзья, сейчас должно у нас все хорошо отображаться. Время обоих сторон видно. Кто какими играет, тоже должно быть. MSB2. Это ник Матиаса Блюбаума. А Расулов Пугар. Как может быть понятно, ник Пугара Расулова. Это уже очень сильно похоже на ИЧ. Все-таки слишком мало материала осталось. Наверное, максимум, на что могут претендовать белые, это на игру в позиции ладья и конь против ладьи, которая, в принципе, ничейная практически при любом контроле. Слишком мало там ресурсов есть у атакующей стороны. Одно радует, что ладья с конем не мотают. Да, вы правы. Ну вот, например, после ладьи Е3, ладь С2, как раз и получается то, о чем мы говорили. Ладь С2 и интересно, какие размышления еще есть сейчас у Матиаса. Вроде бы не очень видно, что можно сделать, кроме шахмата С2. А, не дисконнект, что ли, случился у белых? Это очень неприятно, конечно. Случился дисконнект и проиграл. Матиас просрочил время. Так, вернулся. Да, ну, посмотрим, что делать дальше. Давайте пока продолжать играть. Очень неприятная, конечно, концовочка партии. Имея позицию, где игра идет на два результата, получить дисконнект. Но что поделать? Е6, D4, D5. Французская защита в исполнении Матиаса. Я с… Можно пока… Пока думают черные. Ну, понятно, что это тоже проблема со временем. Все-таки в этой поиции обычно не думают. Могу сказать, что с Матиасом я играл один раз еще очень-очень давно. Там, когда у нас обоих было пунктов на 100 поменьше. Ну, а с Вугаром Расуловым встречаться не приходилось. Ух ты, G3. Интересное проложение в этом варианте. Не выглядит это хорошо, потому что просто слон H2 здесь не опасен для черных. Можно спокойно уходить себе в рокировку. После DC, слон H5 вряд ли черные стоят здесь хуже, да. У них есть изолятор, но… Такой изолятор при структуре ABC против DBA обычно благоприятен для стороны с изолятором. Дисконнект как засчитывается? Дисконнект, к сожалению, как поражение. То есть, вообще, в других матчах 1 плюс 1, по крайней мере, в тех, которые я смотрел, дисконнектов не было. Так что посмотрим. Если вдруг счет будет 6,5 на 7,5 и эта партия будет много чего решать, тогда, наверное, сможем подумать. А если нет, тогда… Тогда просто продолжим. H6. Да, H6 третьего французской – это блестящий ход, по крайней мере, для Блица и на конь D2, и на конь C3. Только на E5 он не очень хороший. Слон идет на H5, связывает Ферзя сейчас. Ну, пока игра идет, в принципе, вокруг развития фигур, что ли. Черные слона переводят на лучшие позиции лазью. То есть, за счет активности, за счет того, что пешка D5 дает какой-то перевес пространства, и черных здесь явно не хуже. Да, где-то в перспективе можно получить какой-то зажим за счет того, что конь станет на D4, но до этого еще слишком далеко. Все-таки, когда столько фигур на доске, это не опасно. Ну, вот, например, можно разменяться на E1, разменяться на F3, на D4, потом поставить Ферзя на B6. То есть, если такой вариант, посчитает ладебет E1, ферзь E1, слон F3, кстати, он сейчас и исполнен. На слон бьет B6, ферзь бьет B6 – это не имеет смысла. Слон бьет F3, слон бьет D4, Cd, ферзь B6. И непонятно, за счет чего вообще должно быть у черных хуже. Нет, интересно, что все-таки слон B6 пошел, а и в чем идея после взятия на B2, я не очень понимаю. Ну, видимо, идея в том, чтобы пойти ладебет B1 отыграть на B7, но тогда белые все еще останутся без пешки за счет того, что в варианте ферзь B2, ладебет B1, ферзь B2, черный следает вторую. Да, у черных здоровая лишняя пешка, есть какие-то проблемы за счет того, что ладья на B7 достаточно опасная, у белых чуть-чуть, получше стоит король, потому что все-таки у него есть форточка, и пока никто его не атакует. Но пешка все-таки есть пешка, и с таким количеством материала здесь у черных должен быть перевес. Я думаю, что ход по типу H6 здесь будет фиксацией, что ли, этого перевеса. Опять тоже хорошо, здесь главное не зевать, что ли, и не нерваться вперед, пока... Пока король, без форточки, что ли. В Германии интернет должен быть хороший. GG, да, действительно, но матец буквально на одну секунду дисконнектнулся, так скажем, потом подключился снова, но при таком времени уже это было поздно. А, ну здесь конь D6, это похоже зевок. Судя по всему, на ферзя и на ладью, причем ладья защищается. А, нет, конь D6 есть, ладья Е7. Окей, не так все просто. Но черные не обязаны торопиться, можно пойти, например, ферзь С2, или даже А4. В целом, умничающие зануды, шалом. Бэйби, бэйби, приветствую. Да, ферзь С2 сыгран, чуть лучше ферзь здесь стоит, потому что влияет на центр, поле С3 прикрывает, освобождает дорогу пешки. Должна быть здесь реализация достаточно беспроблемная у черных, если, конечно, не случится никаких обстоятельств, которые связаны просто с блицем, когда можно в один ход поставить фигуру или стернуть защитный ресурс. Ну, самым простым выглядит взятие на С3 и потом ход конь G5. А то есть ферзь С3, ферзь Д5, конь G5, после чего будет висеть слон на Ф3, и после всех разменов ладьдельник должен быть большим перевесом у черных за счет того, что ладья сможет стать запешкой. Зануда, отлично. Когда будет матч сборника с Рауфом? Я, к сожалению, не власть над жеребьевкой в этом турнире, но матч между сборником и Рауфом был бы действительно очень-очень интересным. Ладья А7, чтобы не допустить как раз размена с последующим перемещением ладьи за пешкой, но в этом случае можно поиграть, может быть, где-то на короля. То есть попробовать пойти ладья Е1, потом конь Ф3 и где-то пытаться создавать матовые угрозы с поля G1. А черный король достаточно хорошо стоит, так, по виду, но более технично, что ли, пошел. Пошли черные. Я бы, конечно, здесь пытался ставить мат, а не играть Эншелли, которые еще непонятно, как закончится. И, кстати, не уверен я, в общем, в решении черных. Все-таки ладья у белых активная, можно пойти ладья А6 было. Это уже выглядит, если честно, как позиция, которая ближе к ничьей. У меня была, кстати, позиция такого типа в практике. Может ладья Е6, ладья Ф6. Ладья Е6, ладья Ф6. А вы имеете в виду в той позиции? Да, вполне вероятно, да. То есть там много было вариантов. Это уже выглядит как что-то больше похожее на ничью. За счет того, что ладья черных привязана к пешке А5. Как только выйдет король, сразу потеряются пешки HG, или, по крайней мере, одна из них. Ну, а пешка А не настолько далеко продвинута, чтобы жертвовать, что ли, пешке ради ее продвижения. То есть ладья белых успеет съесть пешку черных на королевском фланге и вернуться обратно. То есть это уже выглядит как, в принципе, достаточно легкая ничья. Пол Морфи, приветствую. Камила, Камила что-то умеет, чему-то учится, как мы все, наверное. Ф4, ну вот можно не упустить возможность показать прикольный мат. После Ф6, Ф5 будет матом. Ну, или, по крайней мере, черным придется ладью оттать. То есть это бы не зевнуть. Наверное, можно пойти белым медалом Диа6 и продолжать стоять. Король Ж3, король А4. Ну, можно и Ф5. Здесь много есть вариантов. Король А5, я думаю, тоже было, в принципе, ненаказуемо. То есть ладья А6 можно пойти обратно здесь. К тому же, учитывая... А, ну, просто нынче оба соперника согласились. Да, можно сказать, что подопустил в этой партии Матиас, как, в принципе, был у него в матче с Максимом Матлаковым тоже. Но, что ж, весь матч еще впереди к нашей с вами радости. Догнал ли Рауф 3000? Пока что нет, Федор. Пока что не достиг этой вершины. Лондонская система наша классическая с интересным ходом А4. Я, если честно, никогда не видел, чтобы белые так сразу до слона на Д3, до всего этого, начинают двигать спешу. Хотя выглядит это очень логично. То есть, если черные сразу не начинают бороться за центр, тогда почему бы белым тоже не сделать парочку ходов крайней пешкой, что ли? Все-таки обычно ее не толкают из-за того, что медленно, а не из-за того, что это плохо. Слон Ф4, ЕФ, Перси Ф6. Пешка белых сдвоенная, но конь сейчас пойдет на Е5. Это сдвоение пешек, оно не является каким-то плохим. Можно попытаться здесь ставить А6, пока можно. В принципе, я думаю, было бы полезно. Можно и поддержать с идеями Ж4, Ж5, чтобы как-то не затыкать структуру на фланге здесь. Здесь у белых большой выбор. Это уже зависит от стилистических, что ли, особенностей шахматиста. Что он больше любит, какие позиции ему нравятся. Опять с идеей разменять слона, потому что пока что он упирается в свои пешки. Ферзь Е2 это не дает. Очень распространенная тоже идея. Она в каменной стенке часто встречается и в других дебютах. А6, Ж6, Ферзь Е5 сейчас выглядит как достаточно, скажем так, опасная угроза, которая будет висеть на горизонте. Вот Ферзь Д6 это такая от нее своеобразная защита. Я думаю, что шахматист с какого-то более классического плана бы пошел здесь Ж3, потом Конь Ф3, Конь Е5 и медленно, но верно увеличил свое преимущество. Ферзь Е5 это переход в Эншпиль, как мне кажется, не самый оправданный. Все-таки в Эншпиль здесь достаточно неплохая у черных структура. Да, пешка на А6 опасная, но после Ф6 черные, я думаю, высвободятся и не будут иметь больших проблем. Я думаю, где-то сейчас Ф6 последует, рано или поздно. Может быть, кстати, и слона 6 имеет смысл, потом найдется 8. Хотя, конечно, такой зажим на фланге не хочется терпеть. Я бы здесь рассматривал возможности вскрытия игры путем Ф6, потому что, имея такую структуру, постоянно будут проблемы либо с порывом короля на Ф6 где-то еще через 25 ходов, либо с матом по 8. Это не самая приятная вещь. Проблема в том, конечно, что у белых нету, кроме этой красивой пешки на А6, никаких зацепок, что ли. То есть на ферзьевом фланге черные стоят не хуже. И да, пешка А6 стоит красиво, но пока игра не вскрылась, пока не появилось какой-то второй, что ли, слабости, непонятно, как эту пешку А6 использовать. Сейчас грозит взять на Д4. Такие типы позиций часто получаются из французской, но все-таки, когда еще белопольные слоны на доске. А это существенно в пользу белых, потому что при такой структуре белопольный слон черных упирается в свои пешки. В чемпионате Европы до последнего тура Рауф лидировал, последнюю игру проиграл в итоге седьмым. Да, такая вот реальность шахмат. В какой-то степени неблагодарны, но что поделать, это спорт. Вот. Рауф действительно очень хорошо играл на чемпионате Европы, который недавно проходил. Долго-долго лидировал и лишь по среднему туре выступил чемпионство Антона Демченко, который провел прекрасный турнир. Грозит СД, потому что висит ладьян С1 после СД. То есть здесь белые, я думаю, размышляют битлин ДЦ или ходить конь Ф3. Кстати, еще есть возможность пойти конь Б3 с той же идеей, а после А4 конь С5. Дядь С5А3, ну и это уже не выглядит как позиция, в которой белые могут побороться за перевес. Кстати, не очень понятно, что планируется на Д4, но, видимо, ладья их Д1, ладья Аш Д1, точнее. Идея в том, что нельзя брать все на С3, потому что на Д8 будет слишком опасные угрозы после вскрытия линий. И вот где сказывается эта пешка Х6. Поэтому очень логично сначала перевести короля на Е7. Ну и это уже больше похоже на ничью, потому что все закрыто. И после хода Ж5 вообще можно уже соглашаться. Игорь, приветствую, спасибо. Рауф не Демченко проиграл, нет, но Демченко более стабильно, что ли, выступил в конце турнира. Ж5 очень стандартный подрыв, поэтому мне казалось, что белым следует Ж5 все-таки заткнуть, потому что здесь после ФЖ ладья Ж8, черная ладья активизируется, белые пешки становятся слабыми. А в ответ белый получает линию Ф, но она совершенно здесь ничего не дает, потому что пешка ФСМ защищена, и, в принципе, кроме как смотреть на линию Ф, с ней делать ничего нельзя. Где Д4, ладья Ж5 можно сбить. Да, ладья С4, Б, С абсолютно для черных не страшно, потому что тогда пешка Б2 будет абсолютно бесполезной и хуже, чем пешка Д5. Ладья Ж8. Есть какие-то проблемы у белых за счет того, что какие-то есть слабости. Конкретно, например, после хода ладья ЕД1 я не вижу, как черными, в принципе, прорываться. Кстати, а здесь-то уже выглядит неприятным взятие-взятие и ладья С8. Интересно, что задумано на этот вариант, на это продолжение. Ф6 сыграно. Я до сих пор не понимаю, почему бы не взять, но в Блице разные вещи бывают. В Блице обычно не вариантами мыслишь, а просто видишь какую-то первую идею и начинаешь ее осуществлять. Так что не исключено, что Угар решил сыграть Ф6 и уже вне зависимости от того, что делают белые, решил это провести. И, кстати, имеет на это полное право. То есть пешка Ж4 пока что заблокирована, никуда не идет, а пешка Е6 вполне себе может казаться серьезной опасностью для белых. Вот здесь король Ф7 выглядит логично или любой другой выжидающий ход. Ладья Ж6 отлично тоже, потому что теперь можно создать угрозу пешке А6. Шаг король Х5 неоднозначно, скажем так. То есть черный начинает толкать пешку Е где-то, но ух ты, а это, судя по выражению лица в угар, это зевок. Хотя по позиции еще не так все страшно после хода Ладья Б2, но... И, кстати, Ладья Ф4 тоже, но... Такое, конечно, неприятно получить на секундах. Смотрел ли я Олимпиаду онлайн? Нет, не смотрел, я не очень нахожу этот турнир интересным, мне больше нравится Ставангер. Мне кажется, что на Олимпиаде онлайн люди играют особо без драйва, что ли, особо не парятся насчет того, какие ходы они делают. И, конечно, это сказывается на качестве игры и на всем остальном. И здесь, кстати, в этой позиции, возвращаясь к тому, о чем мы говорили раньше, пешка на А7 против пешки на А6 очень сильно может сказаться. То есть в каких-то вариантах после Ладья Б5, Ладья Б7 как раз-таки эта близость к полю превращения будет очень важна. В такой редакции решил, мать, осуществить этот план. Интересно, почему? Понятно, что в Блице не успеваешь прочитать. Там был у черных вариант перехода в пешечник, на который нужно тратить время, чтобы понять его оценку. Алина Деньги играет 50 и 100 проигравшему и победителю, соответственно. Да, Игорь, вы правы. Со стокфишем. Что такое король Ф7 и король Ж8? Ух ты. Это не выглядит хорошо. Идея, видимо, в ходе Ладья Ф4, но здесь все еще мат. Для Ладья Ж4 такой достаточно красивый мат Ладья А8. И все. Ну, технично выглядит шаг на Ж7 с возвращением на Б7, чтобы защитить пешку Б2 и делать все то же самое. Но это, видимо, упрощает шансы белых. Пешка на А7 сейчас потеряется и две связанные обычно проходят. Пешка на А4 будет легко удержана Ладья А7. Да, и эта позиция у белых абсолютно выигранная. Здесь никаких сомнений о результате быть не может. Там же проверки, да, я думаю, там читерят. Если кто и читерит, то явно не люди, которые играют в сборной России или в других сильных сборных, которым важна репутация. Но сама атмосфера, как мне кажется, там не слишком борьбовая. Как Даня Дубов говорил на одном из эфиров, люди просто приходят, потому что... Ну, а что поделать, почему бы не сыграть. И все. А7, король А6, да. За счет того, что пешка у черных на А4 еще жива. Не было там пата в конечной позиции. И счет у нас тем временем сравнялся полтора на полтора. То есть за дисконнект в первой партии Матис, можно сказать, реабилитировался. Достаточно нелогичный по игре победой в третьей. И снова мы сейчас смотрим... Снова смотрим Д4. Шалом, территория шахмат. Супер острые схемы. С взятием пешки С4. Отдачей центра. Сомневаюсь я, конечно, что здесь будут люди демонстрировать свои теоретические новинки. Скорее всего, это просто какая-то игра по наитию. Ну и как раз посмотрим, как игроки будут разбираться. Судя по тому, сколько времени потратил Матис, он все это знает прекрасно. А в угар... Уже играет, скорее всего, сам. Б6 красиво. Да, то есть, например, после слона Б7, слон Д7, Б7 потеряется ладья, и белая пешка станет ферзем. Достаточно редко такое можно увидеть в дебюте, но есть некоторые варианты с такими же принципами из принятого ферзевого гамбита, где белая пешка как раз переходит с А4 на Б5 и потом на Б6. Сергей, приветствую. С добавкой... Да, с добавкой может быть действительно больше шансов у Матиаса, как вы говорите. Хотя, с другой стороны, сам Матиас признавался, что больше любит играть при контроле 3 плюс 0 в своем интервью. Пешка на Б6 здесь стоит красиво, но она должна здесь рано или поздно потеряться. Слишком уж она далеко от своих фигур, а сейчас черные пойдут в д8, либо слон на 6, и, скорее всего, эту пешку рано или поздно съедят. Единственный вопрос, конечно, смогут ли они вовремя развиться, потому что пока что грозят всякие ходы по типу конь С7. Но, видимо, ладья Д8 с последующим конь Д7 все-таки даст черным позицию поприятнее за счет того, что два слона у них останутся, позиция открытая. Ну, а белую пешку на Б6 все-таки черные съедят. А за кого топим? Топим за красивую игру, за красивые партии. Пока что, видимо, за счет стиля обоих шахматистов позиции достаточно спокойные. Даже это, несмотря на пешку Б6, может очень быстро перейти в какой-нибудь теншпель после, например, ферзбет Ф3, ЖФ, конь Д7. Да, так и случилось. И на 3-0, видимо, слон Е7 или слон Б7, ладья на Д8 защищается, и нас сейчас ждет ход конь Б6. Достаточно значимый перевес уже здесь у черных. За счет того, что все-таки плохая здесь у белых структуры, пешка на Б6 упадет. Принципиально конь А4, чтобы пытаться как-то пешку на Б6 защитить. И, кстати, так с насколка я не вижу, как эту пешку забирает. Я, конечно, так говорил, что она упадет, 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 но пока не падает. Игра в угар веселая с подкрытцами. Да, да, но, к сожалению, в этом матче пока мы видим все три эншпеля во всех трех партиях. Ладья Ц8 будет встреча на Б3, то есть пока что не приводит к тому, чтобы забрать пешку Б6. То есть конь Ц5 имеет смысл, то есть после взятия слон Ц5 мы все-таки эту пешку заберем. А в случае Б3 тоже можно разменяться и пойти слон Ц5 обратно. Наверное, здесь белым не остается ничего, кроме как зайти обратно. Ну а тогда черные уже могут активизироваться, может быть пойти А4. Конь Ц3 выглядит, в принципе, единственным ходом. Я особо не вижу, что еще делать, но да, потому что если конь разменяется и слон черных съест пешку, тогда, в принципе, партия, можно сказать, закончится. То есть у черных уже будет практически выграно технически. После конь Ц3 еще не так понятно, как эту пешку забирать. Игорь, я с вами полностью согласен. Да, я ничего не имею против градусника, просто это... Владимир Борисович Крамник хорошо сказал на одном из эфиров, что перестаешь думать о позиции и начинаешь думать о том, как бы объяснить, что пишет градусник. Ну, повторение вряд ли, конечно, пойдет. Мать, а здесь у него явно лучше. Снова Конь Ц3, видимо, будет. А там уже есть какая-то подкрутка с А4, и, возможно, нас ожидает интересная партия. Ладья Д8, ладья Д8 сначала сыграна, видимо, для того, чтобы снять напряжение с линии С, чтобы после А4 не потерять этого слона. И, видимо, обратно пойдет он на Ц3. С той же, собственно, идеей. В принципе, можно пойти Конь Д3, и после всех разменов Черный Ладья уйдет куда-то на Ф3. Проблема в том, что пешка на Б6 сейчас окажется жива. И когда уже так много фигур изменяется, она уже может реалистично пройти в ферзи. Там у Черных будет просто выграно, если они успеют консолидироваться и вовремя пешку Б6 заблокировать, но в Блице так играть достаточно рискованно. Здесь Черный Король подойдет к центру, я думаю. Конь Д7 все-таки мы, я думаю, увидим после взятий. Король Е7 потом. В принципе, сейчас пешку на Б6 даже не обязательно забирать сразу, она там может и постоять. Но нет, кстати, интересно, что мы видим Конь Д7. Ход выглядит достаточно искусственным, потому что ход Конем назад, который ставит еще и Ладью под связку, это не то, к чему, может быть, можно стремиться. Но следующим ходом Король Е7 Черный уже развяжется. То есть это все на один ход. Ладей сохранит логично, потому что Черный Ладья может как раз атаковать пешку Б6. А Белая особо ничего сделать не может. Конь Е7 имеет такая профилактика и оказывается против. Конь Б6, но нельзя ли здесь пойти Конь Б6 сразу? С идеей после взятий пойти Слон Ц5. Хотя, конечно, это все нужно считать, а это не для Блица. Я не вижу пока, как Белыми реагирует на взятие на Б6. Интересно, почему нет. Там уже, к сожалению, такая специфика нашего с вами контроля времени, что здесь особо варианта не углубишься. Там был вариант Конь Б6, Конь Б6. Слон Ц5, Конь Ц8. И после всех разменов получается разноцвет, который ничей. Видимо, это и не понравилось Черным. В любом красавчик, да, да. Мастерс очень сильный шахматист. На самом деле, для меня достаточно неожиданно пробился практически в 2.700. Потому что долгое время стоял на 2.600. И, можно сказать, не был уже супер молодым. Но за счет, видимо, большого количества работы, качественно прибавил уровень игры. Разница в предыдущей позиции в том, что на доске есть кони. Что, конечно же, в пользу Черных. Потому что с конями-то разноцвет не такой уж и ничейный. А Король Д8 я хода не понял, если честно. Не зевнул здесь случайно хода Слона 6 просто. Матиас. Потому что здесь-то уже никаких претензий на победу Черных нет. В принципе, и на поражение тоже нет. Но только Черные здесь пытались выиграть. Можно пойти h3. И, как известно, все разноцветные шпили ничейно. Здесь главное активизировать Белым Короля. Не уходить сразу в пассив. Наверное, это тоже была бы ничья. Но с активным Королем это еще легче. То есть Белый Король идет на c4. Слом на e8. Сейчас нападет с d7 или совсем не важно. Чтобы дать Белому Королю дорожку на d5. И партия закончится в ничью. Достаточно скоро. Слон e8 самая, на мой взгляд, техничная. Чтобы не пускать Черного Короля. И, в принципе, можно соглашаться. Матиас очень недовольно выглядит. Можно его понять. Действительно выглядело, что он хорошо вел партию. И мог получить перевес. Но Бугар не дал этому просто так состояться. У Черных здесь нет ни одного плана. Белый Король может прийти, например, на g4. После чего, в принципе, игроки согласятся. А может и не приходить. Белые могут и слон e8 здесь пойти. Да, Белый предлагает ничью. И мы видим следующую уже партию. Пока без фейерверков. Играет, да, вы правы. Особенно для шахматиста моего стиля, которому бы лучше мат поставить. Чем иншпиля покатать. Но своя пресса в иншпилях, конечно, тоже есть. Мы видим снова медленную очень попытку разыграть дебют со стороны Матиаса. Но это, как и в первой партии, это превращается все-таки в конце концов на в индийскую защиту или в ее редакцию. Где-то b3, слон b2. Белые могут пойти. Могут пойти конь e5 сразу. Много здесь есть вариантов. Слон d2, ладь c1 тоже имеет смысл. Хотя обычно белые, если могут поставить слон, b2 ставят. Все-таки оттуда он поактивнее смотрит на игру. После конь e5 получится то же самое, что было и в первой партии. Я не думаю, что здесь, в принципе, много этому альтернатив. f4, конь e4 выглядит достаточно логично. И потом после дебюта c1 мы можем увидеть еще одну позицию. Такую же, как было и в первой партии. f3, интересная. Большой вопрос, выбирает ли Матиас что-то из того, что он знает, или играет уже импровизируя. Потому что, с одной стороны, 30 секунд обычно не тратит в таких позициях. С другой стороны, вполне возможно, что Матиас что-то помнит, какие-то идеи, но не хочет либо применять что-то, что считает важным, либо просто вспоминает за доской. Здесь обычно игра черных связана с тем, чтобы как раз убрать второго коня с f6 на e4 и согнать коня с e5 ходом f6. c5 логично, потому что белые пошли все-таки f4, и любое вскрытие диагонали ослабит их короля. Очень стандартная реакция тоже. Конь e2 идет. Скорее, это профилактика против того, чтобы черные сами не сбили на c3. Потому что, давайте представим, что пара коней мы сняли с дески, и тогда после f6 уже у белых самая сильная их фигура должна будет уходить. Ладец e8 можно пойти, ладец e8 здесь есть. Много вариантов того, как немножко усилить позицию. Проблема единственная с планом у черных. Если за белых достаточно легко придумать какой-нибудь план, там g4, g5 или кроли h1 сначала, или где-то dc открыть слона, то за черных не так просто понять, что делать. Скорее, игра будет строиться вокруг того, удастся ли белым привести свой активный план g4, g5 или в этом роде. Потому что это тоже достаточно рискованно. У черных стоит все достаточно крепко. И после того, как белые пойдут g4, реакция черных может оставить их у разбитого корыта просто. Думает Маттиас. Но я бы уже пытался где-то бить g4. Там, правда, есть возможность c4 неприятная. Пользуясь тем, что ферзь белый на f3 стоит под ударом слона. И bc, dc бить нельзя. Ферзь h3 в этом контексте логично. Плюс это еще создает дополнительное давление на h7. Который, учитывая то, что слон белый в потенциале давит на f6, коня e4 можно убрать ходом к конь g3, может оказаться опасным. То есть пока что без всякой конкретики, но уже какие-то мотивы просматриваются. Черными логично, в принципе, иметь возможность слон c8. Я, может быть, сначала бы перевел лазью на e8, чтобы не преграждать ей путь. Как раз потому, что после немедленного слон c8 ладья на 8 застряла. После f5, в принципе, лучше, чем слон b7, ничего и не видно. Ну а тогда уже после g4 могут быть какие-то угрозы у белых. Хотя я, в принципе, не очень вижу, как белым продолжать свою атаку после f5. Все-таки главное их оружие это слон d3, который сейчас перекрыт. По-моему, белый дадут мат. Кстати, Алексей, я не знаю, как здесь до восьма в целом-то. То есть понятно, что есть всякие идеи там за 4 g5, конь h5, но без слона d3. А, ну, собственно, вот так. Собственно, пользуясь тем, что есть небольшой тактический удар, достаточно красивый. Висит ферзь, поэтому кроме коня d5 вариантов нет и сломит e4. Теперь, если конь отходит, то слон a8, а если не отходит, то f6, и, в принципе, партия должна скоро закончиться. То есть на коне f6, я думаю, можно отойти обратно на b1, и за счет того, что все фигуры в атаке там белые уже как-нибудь разберутся. Конь f6 нет, слон b7, и видим ладей f6 здесь. То есть, может быть, даже более четкий способ победы. Хотя я не вижу, как белые выигрывают. То есть, конечно, выглядит опасно, но ни на слон e5 до e gf, ни на gf не видно конкретного мата. На gf это может быть конь g4 и с последующим ладей f1. За счет того, что все-таки структура у черных очень плохая, и не обязательно ставить мат сразу. А здесь после d, e, g, f уже более это благоприятно выглядит для черных, потому что без коня эта структура не такая опасная. Вячеслав, приветствую, не знаю, к сожалению, не знаю. Партия очень красивая, действительно, d, e, g, f, e, f, kh8 последует, чтобы зачастливить поле g7. И, видимо, ладья d4 последует в конце варианта. Еще есть возможность не бить на f6. Неожиданно сразу у нас все заиграло новыми красками. Ладья g4 идет. Тоже пока что без матовой, по крайней мере, угрозы. То есть, ход ладья d8 вполне себе имеет смысл здесь. Видимо, идея белых датчахт на g4 и потом пойти ладьей на h4. Например, ладья d8, ладья g4, король h8, ладья h4. И на h7 взятие очень опасное. После ладья d1, король f2, ладья d2, король e1, белые все-таки убегают. Здесь то же самое, видимо, будет. Ладья g4. На король h8 последует ладья h4, поэтому король f8. Но здесь король черных уж слишком раскрыт. Может быть, самое техничное – это пойти слон d4. Такая своеобразная профилактика против шахов с d1, и с таким королем черные не спасутся. Имеет смысл также e6 в этой позиции забрать поле d7. Или, кстати, ладья g8, король d7, e6. Может быть, даже лучше. Вот нам и фейерверк. Да, вы правы. e6 здесь, на f2, ладья g7. Теряется ферзь, а на король e6, ферзь f6. Так и сыграно. Король c6, видимо, уйдут черные. И взяли-взяли ef. Даже скорее взяли-взяли ферзь f6. Ух ты, ef сразу. Мне казалось, что выигрывают. Взяли-взяли ферзь f6, но... Тоже... Тут такая специфика близца, что здесь такое... Не успевается, что ли? Что-то интересное, по крайней мере, нас ждет. Ладья d4 зевнул мать, и сын на еd, ферзь e1 мат. Последует, ух ты. Да, очень обидная партия, но очень интересная. По крайней мере, мы получили то, что хотели. Матч за корону могут в 2023-м провести? Могут, могут. Ух ты. Французская. Моя любимая французская. Что случилось с шахматным миром? 3-4 турнира каждый день. Да всегда так было. Я бы сказал, что в последнее время просто более популярные стали шахматы, и все смотрят все через онлайн-сайт, и следят за турнирами. Мне кажется, что всегда столько турниров было, просто за ними не смотрели. Браво в угар, действительно. Здесь такой тип позиций, который компьютер стал оценивать в последнее время уж слишком оптимистичным для черных. Но есть небольшой риск, что на поводу у компьютера можно забыть, что все-таки это еще надо играть. То есть здесь белый ферзь стоит на f3, у белых 3 против 2 на ферзь и он в фланг, и любой эншпиль. Ну, не любой, но многие эншпиля можно будет покатать белыми, если игрок такого стиля. Например, Антон Демченко сейчас чемпион Европы играет на французскую конь d2 и отлично себя там чувствует. В принципе, проблем у черных никаких не должно быть, слишком мало дисбаланса, структура еще не факт в чью пользу за счет того, что белый слон упирает в спешку е6, а если слон выйдет на c6, то это будет в пользу черных. Позиция близка к равенству, я думаю, плазя d8 можно пойти, можно в другой, окей. Слон е8, я думаю, достаточно рискованно, потому что где-то взятие на е6 будет неприятное и рано или поздно. Ну, можно пойти, ладя c8, потом b6. В принципе, ничего необычного что ли не происходит, классическая французская позиция. Интересно, над чем думает так долго Матис, а вот над тем, чтобы разменять слона после слона c6, конь c6 bc. И, надо сказать, имеет полное право за счет того, что пешка на б2 очень слабо. То есть, после ладья b8, рано или поздно, не так будет приятно белому защищать эту пешку. Если бы структура была немного другая, то есть, представим, что у белых пешка стоит на b4 и на a5. Тогда у белых был явный бы, прошу прощения, тогда у белых был бы явный перевес. Но здесь вот за счет пешки b2 это не так. Печально, да, действительно, умничающая и зануда печальная партия для Матиса. Но, чат, если у нас есть с вами фанаты персональные Бугары Расулова, тогда для нас это хорошая новость. Раньше было столько же, но на уровне ниже. Да, я соглашусь здесь с вами, да. Но на высоком уровне добавились эти нескончаемые онлайн-турниры Магнуса. Эти серии M.Chess, SuperBet и так далее. То есть, в принципе, после того, как добавились они, что ли, естественным образом, количество турниров увеличилось просто сдвое. Потому что они играются буквально там каждый месяц. Но я думаю, это единственное серьезное, что ли, добавление. Ферзи g3 это, возможно, для нас какую-то тактику получить где-то рано или поздно конь с3. Здесь, правда, не проходит, потому что после конь с стрелой d6, конь e2, белые могут съесть слоном. Но где-то тактику мы с вами можем увидеть. Например, ферзь b8 создает угрозу конь f4 достаточно забавную. Но ферзь e7, наверное, тоже имеет смысл. Все-таки партия играется не столько для красот, сколько для результата. Чем примечательен данный матч, Василий? Ну, партии пока нельзя сказать, что являются какими-то фейерверками шахматного творчества, как красиво высказались в чате. Но все достаточно неплохие. Пару зевков было, но качество партии в целом неплохое. Василий, приветствую. g3. Как раз после того, как ферзь пришел на e7, не так просто выгнать этого ферзя с e5. f6 ходить не хочется, потому что это откроет белого слона. А если не ходить, тогда не очень понятно, как этого ферзя выгонять. То есть, может быть, ферзь f8, g7 даже настолько радикальный, что ли, способ. Потому что хочется все-таки его отсюда прогнать, и непонятно как. Можно ферзь f6 пойти? Нет, после ферзь f6... Да, я хотел сказать, что после ферзь f6 ладья d5, но после ладья d5 есть ход ферзь e5. Ладья бед e5, ладья бед d1. Так что ферзь f6 тоже можно было. Ферзь d6, ладья d6, b4. Вот о чем только что мы с вами в чат говорили. Если белый избавляется от пешки b2, у них становится поприятнее. Насчет того, что все-таки слон в позициях при игре на оба фланга посильнее, чем конь. Ну, видимо, b5 здесь пойдет. Кому я симпатизирую? Я симпатизирую красивой игре. b5. После cb оба ход заслуживают внимания, и а, б, и слон b5. Наверное, все-таки слон b5 будет сыграно, чтобы потом ввести пешку c и не давать черным возможность двигать пешку а. Уже она ладья поддержана. Можно пойти к королю f8, король e7. Просто потому что можно. Потому что это немного усиливает позицию, а что еще делать, непонятно. Нет, все-таки cb сыграно. Мне здесь и слон b5, и а, b не нравится. Для черных. То есть после слон b5, а, c4 единственный способ защиты от ладья b6, судя по всему. Ну, окей, а, b сыграно, и следующий ход белых будет слон a2, с последующим c4. И тоже непонятно, что черным с этим делать. Все-таки, если образуется пара защищенных проходных, плюс слон сдерживает пешку а, можно пойти слон a2, это, в принципе, непринципиально или нельзя. После слона a2 есть возможность перевести коня на b4. Значит, cd. И что у нас в итоге? Ладья b5 нельзя... Или можно? После ладья b5 очень красивый вариант. Ладья d8. Ладья d8, ладья d8. Король g7, e7, b2. e8 ферзь, b1 ферзь. Но после короля h2 белый король в безопасности, а черный нет. То есть бить на b5 нельзя. Ладья h6 поэтому, и, видимо, ладья черная встает на b6. Вторая ладья должна стать... Ладья d5 надо было ходить белым. Это серьезное упущение, потому что такая стойкая, она... Как известно, ничейно. Черные стоят таким образом ладьями, и белые никак не могут. Ничего этому противопоставить. Почему не оставить ладью на пятую, я не очень понимаю, чтобы держать пешку b. Потому что в этом случае ладья белых снова может стать на d5. Где она будет стать активной. Ну или на c5 не принципиально. То есть, на мой взгляд, это серьезная достаточно промашка. Василий, я очень рад. Я очень рад. Продолжайте смотреть наш блестящий канал. В чате, на лечесть, если кому интересно, спрашивает человек с ником human, кто из них на камура. Но ладно. Ладья b6. Белым надо идти куда-то королем. Ну и здесь ладья b4. Наверное, белых-то особо никто не спрашивает. Все-таки, значит, непонятно, что делать. А нет, кстати. Есть еще вариант ладья f4, сидела ладья c7. Ну, черные могут пойти ладья b7. Это не сильно что-то изменит. А6. Да, human не успокаивается. Все-таки, пишет снова, кто из них на камура. Ладья белый переходит на e5. 6. Белый король, наверное, придет сейчас на c4. Достаточно неплохие шансы будут на победу за счет того, что король все-таки будет поддерживать эту пешку. Но есть, кстати, неплохая контр-игра. Черных ладья f3. И здесь пешка на e2 отъедается. Хотя это еще далеко не значит, что черные решили проблему. Например, можно пойти b6. И, судя по всему, у белых просто выиграны. Потому что, я хотел сказать, потому что после ладья d5 белые отрезаны. Но король d6, ладья c8, b7. И по виду белый король должен быть достаточно близко. Откройте секрет. Студия от резиденции Левитова будет секретом фирмы. Много времени у белых. Давайте мы с вами тоже посчитаем, пользуясь таким случаем. Судя по всему, выигрывает как раз хоть ладья буси. Потому что ладья должна стоять за пешкой. Хотя тогда после g5, король d6, король e4. Не факт, что белые успеют. Да, то есть здесь надо черным ходить король e4. Ну, после g4, король d5 победа совсем легкая. После король e4, ну, наверное, это ничего принципиально не меняло. Здесь же после король d3. Ну, ладно, можно ладья f7, ладья g7 сначала отдать шаг. Это непринципиально. Белый король успевает вовремя. Потом ладья f7, король e2. И поле превращения будет по ударам белых. Ну, можно отдать шаг на g7, потом пойти. Ладья f7. Здесь главное не поставить пат, g2, король f2, король h1, ладья бюджет g2. Но дня все-таки не настолько могут шахматисты зевать. Снова у нас вариация лондонской системы. Снова с интересным ходом h4. И в угар играет, как будто много это смотрел. Ну, что ж, вполне вероятно. То есть после конь d7 у нас получится то же, что и в первой партии. Кроме конь d7 особо вариантов не видно. В принципе, что еще черным посоветовать, непонятно. Конь d7, слон f4. Конь f3 решил сыграть. Ну, то же самое, видимо, конь e4. cd, ed принципиально ничего не меняет. Конь e4 все равно последует. Черным нужно как-то избавляться от этого коня путем f6. Поэтому в лондонской системе ставить двух коней на f3 и e5 считается не так полезным, как это может показаться. Например, когда я начинал только играть черными против лондонской системы, мне все время было страшно, что белые встанут на e5, закрепятся там и поставят мне мат. Но потом оказалось в результате анализа, что черным надо всего лишь увести коня с f6, пойти f6 и у них станет просто лучше. Здесь это не совсем та же история, потому что немного другая стоит позиция, у белых пешка на h6 сейчас пойдет. То вряд ли можно сказать о перевесе черных. Но они явно стоят не хуже, потому что сейчас последует e5, где-то ладья e8. Как раз ладья d1 зачитает e5, потому что теперь можно будет взять, взять и взять на e4. Поэтому логично начать здесь ладья e8 или сделать любой другой, чуть-чуть улучшающий позицию ход, например, король h8. Ладья b8 и b5, на мой взгляд, достаточно медленно, но может быть тоже имеет смысл. Соседняя комната олимпийца с президентом. 0-0. На b4 поставил c4. Мне не очень понравился план с b5 за черных. Все-таки на b6 пешка стояла достаточно неплохо. Но черные имеют здесь много планов. Особенно в глиц, когда мало времени, сложно сказать, какой же из них лучше. f5 конь f3, кстати, уже выглядит достаточно опасно. Почему не пойти конь f3, не очень я понимаю, но, видимо, f3 тоже неплохо. Видимо, поэтому после конь d2 ладья b2, в черных остался плохой слон. И это, в принципе, все, о чем белые могут мечтать. Хотя, конечно же, конь f3 выглядело более привлекательно. Конь теперь идет на c5. a4 играть совсем не хочется. Или, по крайней мере, на a4 конь c5 надо играть b4. Потому что если допустить зажима, условно говоря, структуры после a4 и a3, то это будет хуже на всю партию. Можно и b4 сразу, да, если на a5 не страшно, но, видимо, не страшно. Хотя не очевидно, почему. То есть можно было съесть сетских там конем. Можно съесть сейчас, но принципиально мать с пешку на 5 не берет, ладно. Чат, прекрасные комментарии. Ладья e8. Конь на g5 достаточно интересно стоит. За счет того, что пешка белых ушла на h5, он на своеобразном фарпосте на g5, защищает пешку e6. Но белых все равно здесь поприятнее за счет того, что их конь все-таки посильнее. Можно пойти в f2, ладья e5. Или, может быть, где-то ферзь d, ладья e5. На ферзь f2, кстати, есть ход слон f3. Так, только для справки, что ли. И на gf, конь h3. Кстати, здесь тоже есть ход слон f3. Который, судя по всему, просто выигрывал за черных. Но, ладно. На такие мелочи нет времени в блице. Слон d5, конь e5, слон e6. Это вполне вероятно зевок, потому что после конь e5, слон e6, черные остаются без материала. После ладья c5 dc, конь e5, черные отыгрывают. Материал, но остается с худшей позиции за счет пешки c. Ладья e2. И, интересным образом, ладья на d5 заперты. То есть, черные хотят пойти ладья e8, ладья a2, ладья e2. И непонятно, что могут сделать белые, чтобы этому помешать. Возможно, конь перейдет на f4. Или, может быть, d5, конь e6, таким образом заблокировать, тоже выглядит заманчиво. Да, что-то из этого наверняка последует. Либо конь d3, либо d5. Конь d3, съели на f4. И теперь уже после конь g6 можно пытаться сдавать угрозу черному королю. Но пока что, видимо, важнее ладью привести на c7. Я думаю, поставил ладья c1. После ладья c7 не очень видно, что черным делать. Может быть, ладья f8, но тогда конь g6. Ладья a7 понятен ход. То есть он препятствует а4, но почему бы не начать с ладья c1, не очень понятно. А здесь уже ладья c1 смотрится как просто выигрывающий ресурс, потому что не очень понятно, как защищаться от ладья c8 и потом где-то конь g6. Черная ладья ушла насовсем. Блицоры, друзья, блицоры оба очень сильные. В классические шахматы у Матиуса рейтинг прилично выше. У Матиуса 2,670, у Бугары 2,470. Но в Блиц оба игрока играет прекрасно, что, в принципе, подтверждается фактом, что они уже второй год выходят в суперлигу. Прикольная ловушка была после ладья c8, король h7, конь g6, конь f3 с матом, потому что на gf, ладья b1. Но можно начать с конь g6 и на король h7 не ладья c8, чтобы держать первую, а ладья a8. И тогда никакого мата от черных мы не увидим. А от белых, судя по всему, он уже вот-вот придет. Ладья c3, видимо, ход единственный, потому что других вариантов просто нет. Но это, видимо, будет встречено с шахом и ходом ладья e1. И от угроз ладья f8 и ладья e7, видимо, защиты тоже не будет. Но о безысходности все равно придет. Сходить ладья c3 сразу ладья e1. А, и ладья c8 нельзя из-за конь e7. То есть простой выигрыш. Точнее, я бы сказал, надежный, четкий выигрыш нашел. Матиус на конь f7 вторая ладья подключается, и от ладья h8 нет защиты. В такой коробочке черный король. Красивая партия, дождались красивые и, на самом деле, логичные партии. Как она развивалась, было очень интересно. И счет у нас 3-4. Матиус приближается к вугару. Новый дебют, всегда интересно. Особенно, если черные пойдут где-то а6, b5, защитить пешку на c4. Матиус много зевает. То есть, в принципе, в игре он, на мой взгляд, играет немного предпочтительней. Очень близкие соперники по уровню в близ, но Матиус немного, мне кажется, посильнее, что ли, в понимании игры на данный момент. Но он не зевает. В отличие от... Наоборот, прошу прощения, он зевает, а в угар нет. Во всех партиях в угар, я думаю, не зевнул просто ни разу. Е5, сейчас слом выйдет либо на е6, либо на g4. Пока что на g4 выглядит лучше, потому что на е6 можно получить конь g5. В принципе, такой тип позиций считается поприятнее за белых, если черные не успевают сразу создать какой-то контр-игры. Тип позиций имеется в виду, если белые спокойно заберут на c4, спокойно пойдут d3, слом d2 и разовьются, как они хотят. Чисто по структуре, за счет сильного слона на g2, прошу прощения, и линии c у белых здесь считается получше. Поэтому игра черных обычно связана либо с тем, что они пытаются удержать пешку на c4, то есть может быть слон a3 здесь, или слон e6 где-то, либо с конкретными наскоками по типу e4. Но такие позиции, они очень хороши, на мой взгляд, для игры как раз белыми в blitz. Потому что от черных требуется высокая точность, которую в blitz продемонстрировать непросто. Конь c4, e4, да, как раз о чем мы с вами говорили. На конь e1, видимо, конь d4 последует. Ферзь d1, слон g4 с наскоком на поле e2. Конь e5 логичнее, потому что конь стоит поактивнее, чем на e1, намного активнее. Но можно пойти слон e6 и продолжать развиваться. Хотя по виду после d3 у белых стабильно поприятнее. К тому же не очень понятно, успеют ли вообще черные развиться. То есть, например, после e2, ферзь d3, висит пешка на b7. Слон выйдет на e3, на d4 будет висеть, и после e2, так по ощущениям, если нет какого-то конкретного решения, то можно просто из дебюта не выйти. В любом он представляет Германию. Да, Василий единственный наш участник, который не связан со странами СНГ, скажем так, постсоветского СНГ. И несмотря на то, что турнир очень хороший, не так много у нас участников англоговорящих. Маттия в прошлом своем матче 1 плюс 1 против Максима Матлакова тоже выражал удивление по этому поводу. b5, черный пытается навязать конкретику, хотя похоже на зевок, потому что на bc поставит ферзь d4, и черные останутся без пешки. И, как говорится, без пешки, зато позиция хуже. Ну, а коню отходить особо некуда. Можно, конечно, пойти c5, но это ничего принципиально не изменит. Белый конь куда-нибудь отойдет. Плюс на c5 есть еще какие-то ресурсы, связанные где-то с какой-то конкретической конь f7, e5. Не факт, что и сейчас проходит, но постоянно нужно об этом думать. Здесь b4 выглядит очень хорошо. Ну, наверное, b4 и последует, или b4, или e3. И что-то из этих двух ходов. А, кстати, слон e3 с той же идеей. Расмус Сван еще играет. Да, действительно, но кроме Расмуса Свана и Матеса Любама, вроде бы никто, по крайней мере, из европейских топов не участвует. Слон d4, видимо, последует. Не очень понятно, почему нет. То есть, после слон d4, если мы все поменяем, то у белых останутся две лишние пешки, что, в принципе, гарантирует победу на таком уровне. Или, по крайней мере, гарантирует, что в этот вариант надо идти. А что еще делать? Может быть, ладья d8 не понравилась белым. Не очень верится, что, конечно, в ладья d8 очередно что-то есть, но, тем не менее, b4 сыграно. Это может быть даже сильнее. То есть, мне очень понятно, с другой стороны, что делать на слон b4. Слон b4, потом bc, и, в принципе, все пешки остались на одном фланге. Черные без одной, которую еще можно компенсировать как тактильный стюфигур. А здесь получается то же самое, что у нас было в предыдущем варианте. И слабо верится, как я уже говорил, что здесь в черных что-то есть. Ну, вот, например, e3, да, и на bc, наверное, херст d2 можно пойти. То есть, удержать пока все фигуры. Рюстил один на c1, остаться с лишней пешкой и лучшей позицией. Мамедов — это Европа или нет? Мамедов — это тоже Европа, но... Василий — отлично. Я бы сочел это за честь. Но я имею в виду скорее континентальную Европу. Ферсия 1, слон d4, ферсия 8, ладья 8. Здесь, кстати, после c3 могут быть какие-то контр-шансы у черных. Единственное, что d5 везде неприятно. То есть, если бы не d5, то за счет активности слона и пешки, может быть, черные смогли бы что-то сделать. А тут так по виду даже можно сбить на d7 и по силу dc1. Да, так и сыграно. Ладья c4 — не угроза. То есть, ладья a4 у черных есть возможность, потому что на ладья c4 последует шаг на a1 и слон b5. И вполне вероятно, что я дземнул в угар, потому что после ладья a4 не очевидно, что делалось. А нет, слон f1. Слон f1 и... После ладья b4, слон c4, лишняя пешка и очень тяжелая позиция, потому что пешка совсем слабая. Слон h4 абсолютно правильно создавать какую-то контр-игру. Короля белыми надо любой ценой вывести. d5, видимо, сыграно с идеей где-то слон d3 и съесть на c7, но выглядит это достаточно медленно. Если король белый с g1 не уйдет, тогда никакие прорывы в центре не будут доставочными. Здесь, например, ладья d4 можно сыграть, потом король e7. Ладья a4, интересно, а здесь уже f3. Кстати, достаточно технично это выглядит со стороны белых. И на ладья a2, а где c2. Слон e2, белые консолидировались и, можно сказать, что очень хорошую партию привели. На ладья a7 последует g4, и слон потеряется, и, наверное, можно уже поздравлять. Бугарес победует в этой партии. h4, но не может такого быть с такой пассивной ладьей. Белые как угодно должны здесь выиграть. Наверное, f4 самое простое с последующим ладья c3. И слон все-таки теряется. Да, f4 сыграно, ладья a4, ладья c3. Ну, слон f3. Видимо, посчитал в угар, что тоже можно. Сейчас e5 где-то, ладья c7. На ладья h2 последует d6. Тут король d3. На ладья a3 закроемся ладья c3. Много чего лишнего. d6 гордит ладья c8 и d7. Ладья c8 выигранная. Ладья c8 в шах, и король g3 партия, в принципе, заканчивает. Ну, или сразу король g3 тоже можно. Да, действительно, очень технично играет Расулов в угар. Василий, я с вами полностью согласен. И король убегает после ладья a1, король h2. Ни одного шаха нет. 3-5 уже счет. То есть, в принципе, до 7,5 очков в угар не так далеко осталось. Ох, это интересная редакция. Дебюта за черных, в принципе. Что-то похожее пытался изобразить Максим ваш хелограф. В последней партии с Яном. В турнире претендентов. Точнее, в предпоследней. Когда ему нужна была победа на заказ. Но здесь белый обычно имеет достаточно значимый перевес. Причем не самый сложный, что ли, в исполнении. То есть, ферзь на d2 или конь на d2 на c4. Можно на выбор. Как ладью на e1. За счет того, что пешка d5 дает больше пространства. Белых стабильнее перевес. К тому же, еще и непонятно, как черный конь будет уходить. Потому что слон на h2 держит пешку d6. Ходить в ферзь на c7, чтобы пойти конь на d7, это выглядит как потеря темпа. Даже конь на d5 имеет смысл. Но я бы просто вступил к еде в блице. Потому что время тут поважнее. Но конь на d5 нам же веселее. Мне как раз не нравилось, что это дает черным возможность вывести коня. И не так хорошо уже у белых, на мой взгляд. Но в любом случае. Просто у Бугара более удобное кресло. По виду, да, так и есть. Слон c2. Поле на d5 есть. У белых все еще перевес неоспоримый. То есть, за счет того, что конь на d5 хороший. В целом, лучшая структура. Но не такой большой, на мой взгляд, как в случае, если бы пешка съел на d5. Конь e5. Можно пойти в ладе e1. Конь e5, dE, слон b3 как-нибудь закрепится. Опять тоже очень технично заблокировать пешки. В последующем слон b3, видимо, здесь. Правда, я бы не стал отвергать слон d5. Да, слон d5 сыгранный. Если представить, что черные смогли заблокировать пешку d5. Пойти f5. А, ну белый сбили ферзем. А теперь после ладья d8. Да, у белых все еще перевес за счет двух слонов. Но может быть не такой большой. Хотя мне кажется, что как раз, может быть, следовало бить на d5. Потому что здесь после ладья d1. Потом ферзь c4. Белых за счет двух слонов достаточно стабильное преимущество. Прислон на b3 будет очень хорошо оказывать давление на поле f7. Да, у Матиса действительно удрученный вид. Но турнирная ситуация у него не такая плохая. То есть в этой позиции перевес. Осталось выиграть, по сути, эту партию. И тогда будет разница всего лишь в одну очко. То есть в одну победу. Слон b3 логично. Ладья d1 тоже логично. Белый достаточно прямолинейно улучшает положение своих фигур. Не пытаясь что-то изобрести. Два слона все-таки это большое преимущество. Плюс, наверное, даже важнее, насколько активный слон на b3. То есть была бы у черных пешка не на e5, а на e6. Еще был бы разговор, насколько у белых большой перевес. Если он вообще. А с таким сильным слоном он всегда будет. То есть даже если сбит на f4 и пойти слон d5, игра идет на два результата. Играл ли я? Да, Сергей. Мне приходилось встречаться с Матиусом еще достаточно давно на Aeroflot Open. Когда у нас еще обоих было где-то пунктов на 100 поменьше. Получилась достаточно интересная партия. Ничья, в конце концов. А с Рассуловым вугаром, к сожалению, не приходилось мне играть. Ферзь b3. Выглядит логично усилить положение ферзя. В таких позициях ладью обычно ведут на b6. Ну или, по крайней мере, это интересный план. Но здесь, конечно, пешка на a5 черные заберут. Как только ладья уйдет с a3 на b3. Слона бы на h2 хотелось реабилитировать. Потому что пока что он просто упирается в пешки. То есть переставь слона с h2 на e3, у белых будет технически выигранная. А без слона на e3 не так просто. Технически выигранная, потому что пешки b7 c5 слабые. Пешка на f7 слабая. У белых два слона. Но снова проблема в этом слоне. Кстати, ферзь b6 достаточно интересно. Не лишено смысла за счет того, что пешку на b7 потом можно будет атаковать ходом слон d5. Но, видимо, это все-таки рановато. Потому что после ферзь b6 можно все разменять на b6, на d1 и пойти ладья d8. И тогда после размен ладей слон с d8 придет на f6. Поэтому сначала слон b5. И, видимо, потом где-то будут идеи, связанные с ферзь b6. Также можно где-то ладью перевести на c4. Где-то. Василий. Не буду я, наверное, отвечать на этот вопрос. gf, ферзь f4, кстати, очень интересная контр-игра. На g3 просто h4. А здесь совершенно непонятно мне, как белым вообще защищаться. Ферзь f1, слон e5 это просто перевес у черных за счет такой разницы в позиции королей. И выглядит это уже достаточно печально для белых. То есть даже в случае прямой линейного ферзь f3 у черных все еще лучше. К тому же еще и материал равный на доске слон. e5 можно пойти, можно ладить d8. Черный абсолютно никуда не торопится. И неожиданно за счет этого очень сильного ресурса f3, который в угар использовал. Просто лучше у черных. h4, кстати, достаточно антипозиционный что ли ход в прямом смысле этого слова. Не в том плане, что он плохой, а в том плане, что он дает белым поле g4. То есть возможно это не проблема, возможно это даже очень сильно. Не потому что белый получает поле g4, а потому что важнее, например, ладью перевести через h5 на g5. Но интересное решение в любом случае. Ладья через h5 на g5 было бы красивым переводом, на мой взгляд. Можно и на c2 где-то пойти. Главное, конечно, ферзя здесь не потеряет, но видимо не потеряет. А после f5 что задумано? С идеей f6. Ферзь e5, видимо, задумано после f5. Там же слон f7 есть. Да, конечно, минус этот блиц, что не посмотришь красивый вариант, интересный, на что поделать. e6, f5 и снова уже черный владеет инициативой, и после ладья c2, наверное, даже выигрывает. Ферзь b4. Наверное, еще техничнее, чтобы не считать варианты, потому что можно взять на f4, потом на a5, где угодно, ладья c8, с идеей ладья c2. Ладья c1 можно пойти. Я бы пошел уже ладья c1 где-нибудь, чтобы размять ладей. Вот, кстати, так и происходит. И ладья c8 можно второй ладью. Привезти на c2. e7 не страшно, потому что можно будет вернуться на e8. Ну, и ладья c8 здесь, в принципе, непринципиально. Матис, да, Василий, я с вами полностью согласен. Хорошо было в этом матче, но снова зевки. То есть, матис, в которую партия уже получает лучшую позицию, но, к сожалению, зевает. Тем временем у белых не так все плохо, кажется. По крайней мере, как могло быть, потому что ладья сейчас белых придет на d7. Если не будет размены, а если размен будет, тогда уже очень близок разноцвет, который будет близок к ничьей. То есть, надо как-то черными ходить король h6, слон g5, пытаться уйти от шахов, чтобы сохранить ферзей, сохранять шансы на победу. Вот, король h6 сыграно. Ну, и здесь, наверное, сидят на a5 и будут катать еще эту позицию. Но это уже не выглядит так хорошо, как оно было. Ферзь e2, ферзь c3. Может быть, можно и e7 пойти. Но решил не считать это. Матиас. Это можно катать еще сколько угодно. Тут идея в том, что любой размен ферзей придет к ничьей, а без размены ферзей большой вопрос, как черным улучшать свою позицию. То есть, понятно, что можно пытаться ставить матбил, но здесь, по-моему, просто идет к ничьей, взять и ход слон f1. Ну, или король e2 тоже можно. Король приходит на f3, и это ничья, потому что пешки черных заблокированы. То есть, как бы черные не пытались, ничего они сделать не смогут. Ух ты, даже решает отдать пешку для того, чтобы съесть на g3. И ничья, что ж. Что ж, выпустил в этот раз в угар. Хотя играл очень технично, но, может быть, как раз переоценил, что ли, технику, стал меньше считать и не досчитал в моменте, когда можно было находить победу. Много причин, может быть, игры Матиаса, да. С чем, на мой взгляд, связаны зевки в Блиц? Да, мне сложно сказать. Мне кажется, что в Блице, в классику достаточно разные игры. То есть, можно зевать, потому что не выспался или потому что что-то еще. Когда играешь в классику, просто есть время подумать. И даже если не выспался и сплок себя чувствуешь, то можешь начать сделать интуитивно, но будет время подумать и посчитать, чтобы не зевнуть, что ли. А если ты не выспавшийся и играешь в Блиц, извините, зевки будут приходить. С переменой цвета то же самое, что и было в прошлой партии. Или практически то же самое. Какая-то редакция Волшского. Здесь часто коня идут на С2 с последующим Ф4, правда, для этого слонов не меняют. Терс Б5, А6, Терс Б1. Поле на Б6 ослабили, сейчас можно ладью перевести куда-нибудь на Б2. На А4 бить нельзя, потому что слон Е7, и скидаем коня обратно. Хотя Б8. Кресло тоже решает. Да, да. Но много факторов в шахматах решает. Тут главное их, во-первых, не недооценивать, то есть там нормально во время турниров, условно говоря, спать. Но и не переоценивать их тоже. То есть если кресло не такое, то совершенно не значит, что можно плохо играть. Добрый вечер, Сергей. Ладья сильнее, чем конь и слон. То есть здесь это, можно сказать, объективный факт шахматной реальности. Ладья, она дороже, чем конь, дороже, чем слон. Если вы оцениваете Сергея в пешках, то ладья стоит примерно 5, а слон и конь по 3. А что лучше, конь или слон, это уже зависит от позиции. Ферзь Б2. Б6 черный могут где-то подорвать. Это даст им линию Б, но белые смогут атаковать на пункт А6. И вообще выглядит снова... Все достаточно неблагоприятно для Мазиаса, потому что пешка блокирует пешки Б и А черных. Б6 ничего не дает, потому что тогда слабая пешка А6 остается у черных. А у белых взамен хорошая пешка на С4, защищенная. И можно достаточно спокойно сейчас пытаться прессинговать поля Б6, Б7, ладью на Б1 ставить. Ладья Б1, наверное, последует. Конь где-нибудь на Е4, на Д6. У черных есть перевес пространства в центре. Можно пытаться играть и в 5, Е4, но без ферзей это не так опасно. Без ферзей важнее. Что здесь происходит с более долгосрочными, что ли, факторами, такими, как отсталая пешка. Конь С5 выглядит логично, но... Нет, это я просто зеваю. Конь С5 можно съесть и слон Ж2. Или не зеваю? Ну, может я и зеваю, но в угарствовали по всему нет. Там какой-то промежуток есть конь Д7 в конце варианта. То есть конь С5, конь С5, слон Ж2 и конь Д7. Король отходит, комбит Б8. Правда, это еще далеко не конец, потому что конь с Б8 не выбирается, но, судя по всему, черному слону с Ж2 тоже никуда не уйти. Матя забыл, что у него под 800. Или угар забыл, что у Матя под 800. GameNews приветствую, да-да, действительно. Не позавидуешь уже черным. Вообще, счет у нас 3,5 на 5,5. Давайте напомню формат. Как только один из игроков набирает 7,5 очков, матч заканчивается. В случае 7-7 играется Армагеддон, но... Пока что ни разу Армагеддон не игрался за все время серии 1 плюс 1. Съели-съели король Е8. Ну, конь Е6 можно где-то попугать черных. Хотя вряд ли это чем-то больше... Большим, чем испуг. Кажется, потому что можно будет пойти король Е7. А это уже более весомо. Слон H3, F5, Е5 уже все висит. Где-то можно пойти F4 и съесть на D4. Видимо, F4 сейчас последует. Выглядит достаточно логично. Не вижу причин от этого отказываться. G4. Более конкретный ход. Правда, не очень понимаю его идеи, если черные пойдут, например, король F7. Может быть, еще и на B7 белые достаточно банально пытаются съесть. В принципе, можно было и в этой поице спит на B7 и остаться лишней пешкой. Фишер оценивал слона и коня по-разному. Одну фигуру в три пешки, другую в три с половиной. Да, да, Василий. Ну, то скорее дело в том, что когда играешь партию уже там на каком-то более-менее адекватном уровне, то не задумываешься, кто сколько стоит, просто играешь в позицию по наитию. А игрокам начинающего уровня полезнее, что ли, объяснять, что слон и конь стоят по три пешки. Потому что сложнее говорить, что слон стоит там 3.25, там как его оценила Лила, что ли, а конь там 3.15. Потому что это спутает просто все карты. Белые души. Да, действительно, хотя, опять же, F4, мне казалось, было более правильно позиционно. Здесь сладя B6 где-то есть возможности. У черных, конечно, есть какие-то идеи, связанные с напрыгами конях на F4, если так можно выразиться. Но это скорее, чтобы испугать белых, а не чтобы создать реальную контр-игру. Ух ты, а ЛДЖ8 же есть. А, нет, F3. Судя по скорости, это не зевок. А на конь G6 последует взятие коня F4, ладья H6. Белые таким забавным образом избавиться от связки. H5 для этого и сыгранно, но король F2, конечно же, не даст так просто белым. Развязаться конь G6 снова угроза, но, наверное, конь E6 можно сыграть как простая реакция. Или слон F1. Уже увести слона и не думать об этом. В предыдущей партии был похожий сценарий, абсолютно выигранная позиция, которая вдруг превратилась в ничью. То есть, как бы такого не повторилось. Можно конь C7 пойти, в принципе. Грозит размен ладей, вести слон на E8. Ладья B6 можно отодвинулся немножко. Проблема в том, что нету контр-игры у черных реальной. То есть, стоим, конечно, красиво, но непонятно, что с этим делать. Сбить, пойти ладья B6, и пешка, видимо, проходит. Следующий ход белых A7, и после этого партия заканчивается. Владимир, приветствую. Действительно хороший вопрос, просто скорее, когда играешь в партию, тебе, в принципе, плевать, сколько кто стоит. А когда это пытаешься объяснить начинающему игроку, тогда вводить 3.25 и 3.15 не очень хорошая идея, на мой взгляд. Волжский гамбит снова, который в последнее время движки начали оценить как выигранный для белых, но это ладно, это уже к делу не относится. Здесь они советуют. Везде ладью стоит на A3, потому что в этом случае на B можно будет взять A, и ладья A3, B, Если бы разменять ладью за коня и слона, вы бы задумались. За коня и слона. Я не очень понимаю ваш вопрос, Сергей, к сожалению. Слом бы 5. В Угаре, видимо, очень любит такой тип позиций, потому что уже третью партию подряд получается. Идет на него? Василий, да, действительно. Да, вот здесь вот везде ладья A3 пишет, но ладно, это уже детали. Можно напасти слона в 4, ладья Е1, делать достаточно здоровые ходы. Идея, в принципе, варианта в том, что у белых пешки A и B в какой-то степени компенсируется одной пешкой C5, потому что на пешки A и B можно нападать, а на пешку C5 нет. Так, если в двух словах. Плюс можно нападать где-то на пешку D5 и использовать слона G7. Ферзь D3. Слом бы 7 выглядит интересно, правда, тогда, видимо, слон C6. C4, Ферзь D2 и конь где-то должен пассивно C5, правда, пока нельзя, как мы уже видели в предыдущей белой партии Матиаса. Слом на F4 очень хорошо препятствует к НД7. Как раз Ферзь C7 вероятность этой идеи, либо для того, чтобы Ферзя поставить на C5. Две ладьи за две фигуры это корректно или отдать? Две фигуры, как правило, сильнее ладьи. То есть, опять же, фигуры 3, ладья 5. То есть, тут достаточно математика хорошо отражает шахматные реалии. У белых личная пешка. Да, как известно в этой известной истории, по мнению мастера, у белых личная пешка. Конь Д4 логично бы запустить коня на C6. Может быть, даже ценой жертвы пешки на Д5 уж слишком хорошо он будет там смотреться. Да, так и сыграно. Большой вопрос еще, можно ли эту пешку на Д5 брать, но, видимо, уже от безысходности придется. Потому что, если не брать, то после коня С6 уже настолько неприятная позиция, что ничего не поделаешь. А на взятие не видно, как конкретно реагировать. А, конь Е4 другая возможность создать контр-игру, видимо. Правда, так по виду мягко сказать недостаточно. Ладья А7 идет, сломбит Д6, и это не выглядит хорошо. Ладья на А7 еще на на А7 где-то нападает, конь Е7 будут угрозы. Например, на ладье Е2 последует ферзь Ф4 и на Ф7 висит, и ничего не поделаешь. Слон на Ф6 для того, чтобы короля поставить на Ж7 и как-то к тому же прикрыть поле Е7, то есть такой ход, который много вещей выполняет. Так, если бы белому удалось защититься от ладьей Е2, можно сказать, что партия была бы закончена. Это единственная угроза черных. Кстати, слон С5 с идеей перевоза слона на Е3 в этом контексте смотрится более чем логично, а на ладье Е2 будет ход ферзи Ф4 с ударом на слона Ф6 и на коня Б6. Очень сильно это выглядит. На ферзи Ф4 что задумано? Пока что не очень понятно. Ладей Е1 вроде бы не страшно, можно будет разменяться пойти король Х2. Конь Д5 есть, а ферзь С4 тогда. Ладей Е1 самое главное все еще не страшно. Ферзь Ф5 наверное можно пойти ладей Ф1. Вайт Гринфельдовский слон ценил Дидата бывает, что в партии бывает вообще много чего, но это скорее исключение. Ух ты! Теперь можем увидеть достаточно красивый мат. Зевнул в угар, к сожалению, да, очень недовольный. Слон бит Ф8 мат. А, ну и ферзь бит Е2 тоже на самом деле заканчивает партию. Но в любом случае такой двойной зевок получился. И 4,5 очка набирает матец в любом в угаре Расулова 6,5 всего лишь в одной победе он от чемпионства. Ну и есть все шансы. В принципе это дебют. Хочется поддержать Матиаса. Несмотря на их рейтинг вперед в угар. Вперед в угар да, да. Очень интересная система, скажем так. Интересная в контексте того, что Матиасу все-таки хотелось бы на победу сыграть или получить какую-то позицию с шансами на победу. На первый взгляд, конечно, просто хуже у черных за счет того, что они отдали слона и у белых более крепкий центр. Но судя по скорости Матиаса, он это знает. мсб2 мсб2 дарь радость отличный ник поздравляю. Конь Д7 и Матиас зевнул держится за голову после ферзь Д7 будет слон в 5 с последующим слон c8 на конь d7 слон h7 Да, очень сильно держится за голову матиас. Вообще в классических партиях иногда возникает желание сдаться после таких зевков. Тут это блиц, тут наверное можно и доиграть. Кстати, наверное, не все еще кончено. Можно взять на d7, отдать качество, пытаться как-то сыграть за счет того, что у белых слабый чернопольный слон, но в любом случае очень неприятно всегда зевать. Все-таки конь d7 решил сыграть. Где-нибудь ладят c6 можно попробовать. Здесь проблема в том, что у черных очень слабый король. То есть в примерном варианте конь c4 рокировка, конь e3 афила дябет e3. После ферзь f2 где-то дуица подсказывает, что не удержатся черные. Может быть не ферзь e2, а что-то другое. Вот, да, в этой позиции, которая получилась король черных уж слишком раскрыт. Может быть ферзь d2 и ферзь f4. Что-то такое. Хотя черная ладья же грозит съесть на c3. Это ресурс, который я не заметил. И если черную ладью удастся оставить на e3, тогда не так плохо у них будет. Потому что она будет мешать ферзью, мешать вообще всем белым фигурам, ладье мешать. А тут что, например, на ход ладья бит c3, ладья бит e3, ладья бит e3. Конкретики никакой, по крайней мере, не видно. Вместо ладья c8, c4. К сожалению, упустил я этот момент. На htm это жертва. Ну, будь король на a8, это могло быть жертвой. Он, к сожалению, на h8. Интересно, над чем думает матес. ход ладья c3, в принципе, выглядит безальтернативным, более-менее. ладья e3, теперь ладья e3, ферзь f2, ну, можно на крайний случай съесть на e1. Да и не на крайний тоже. Туких вариантов просто нет, отходить ладью нельзя, защитить никак не получается. Ладья e1. Ну, и после коня f6, видимо, нас может ожидать какая-то красивая ничья. По типу коня f6, ферзь h4, король g8, слон h7, ну, с идеей, что коня с h6 ладить нельзя. Ну, и потом король f8, слон f5, король g8, слон h7. Но ничья, видимо, матеса не устраивает, потому что в 2 очка он отстает. Конь f8, и на самом деле имеет просто лишнюю пешку, которую, судя по всему, удерживает, потому что все поля вторжения, кроме поля h5, на которые белый ферзь не придет, перекрыты. Если удаст пойти g6, король g7, и, например, ферзь f6, тогда пешка будет вполне здоровой, без всякой компенсации за нее. То есть, надо сказать, что достаточно хорошо матес разобрался после этого зевка. Черный могут создать две связанные проходные пешки. Взятием на а3, да, возможно, но взятие на а3 на самом деле я даже не видел, что она висит. То есть, скорее, при таком короле не смотрится на пешку на а3. Сначала нужно обезопасить короля, а потом думать, какие есть пешки. После ладей 8 уже можно пойти же 6. Да, очень хорошо играет матес. То есть, в принципе, при победе то просто в одной победе будет он от вугара. Но до победы здесь еще, конечно, далеко. Как мы видели, в этом матче лишняя пешка это не так много. Две лишние пешки это было бы уже, кстати, неплохо. И, по-моему, никак нельзя белым с этим что-то поделать. Грозит правда ладья е7 и непонятно, как защищать на d5 и b7 одновременно. Думает матес, можно пойти b6, а b а b. Тогда последует ладья b8. Ладья а2. Интересное решение. Не взять на а2. Слон d5, ладья a5, слон b7 и пешка лишняя есть. Еще очень важно, что черный конь может удобно встать на e6. Ни слон его с d5 не тревожит, ни какие-то другие фигуры. В принципе, в идеале черные стремятся к тому, чтобы привести коня e6, короля на e5 и начать совмещать угрозу королю с движением пешки а. Слон c8 как раз для этого и сделан ход, чтобы конь на e6 не пришел. Выграно ли b6 сложно сказать, то есть надо это считать. Интуиция мне подсказывала, что не было там победы у черных, но интуиция не всегда хороший источник информации. Ладья a3, король d4 и грозит слон e6. Кроме как пойти королю в 8 не видно, что с этим делать. король f8 уже выглядит очень пассивно. То есть там как-то король e5 и так далее. Ладья a4, ну принципиально это ничего не меняет, все равно придется видимо ходить король f8. Конь e4, ух ты красиво. Конь идет на c5, а так приходит на d6 и король все-таки видимо придет на e5. Это очень большое достижение для черных в этой позиции. Красота так очень технично отгоняет короля на одну линию дальше. На король d4 будет конь b5, а король d2 это уже уступка. И может быть ладья a5 здесь имеет смысл. слом b3 и какой-нибудь конь e4, конь c5, перевод такого плана. С другой стороны там на f7 висит. Просто так конь e4 ходить нельзя. Играл ли я в турнирах? Да, я три турнира отыграл. Летом и вот если все сложится удачно, будет четвертый в ближайшем будущем. То есть уже через неделю. можно попытаться давать шахи какие-то скорее, чтобы выиграть время. Все-таки на 7 секундах сложно играть. Понятно, что один раз можно повторить, это не помешает. А что делать дальше непонятно. Ну король g5 это по сути уже такое скрытое предложение ничей. Потому что пешку на a5 можно съесть и сказать, что никаких шансов там у черных нет. или на f7 тоже. Слишком мало материала все-таки осталось. Можно пойти ладей f4, привести короля перед пешкой и пойти h4, чтобы никогда белые, никогда черные не смогли прорваться, что ли. Ну это мне нравится меньше, но наверное ничем не хуже. Все-таки опять же повторюсь, мало материала на доске осталось. какие-то шансы вдруг у черных появляются, как-то казалось, что совсем ничья, а тут ну вот правильный маневр короля перевести все-таки на a2, да и возвращается к тому, о чем мы говорили. теперь уже без вариантов ладья приходит на g5, белый ходит h5, ну или сразу h5 и потом скидает на a3. Какие места занимали? Мест там я занимал разные, турниры не имели большого спортивного значения, скорее я просто возвращался после долгого перерыва в шахматную практику и вернулся можно сказать довольно неплохо на мою оценку, то есть сыграл там, все три турнира сыграл на свой рейтинг. Ух ты, как вас зовут Дарьи Радус, если не секрет, если вы со мной играли в 2016 году, в 2016 году у меня уже было, был не совсем уж маленький рейтинг, я наверное уже помню с кем играл, например, с Матиасом я играл в 2017, не так давно, действительно, то есть с вами может быть только за год до партии с Матиасом. ну здесь совершенно без шансов черный играет, не о чем, не о чем говорить. Ну можно по силу девять и пять цинично, ну и аж пять, и все. Интересно, почему оба оппонента будто бы не согласны на ящу, ну да, это конечно же ничья, белый ходит G4, H5 и партия заканчивается. Ну или, или так. И счет у нас 5-7, то есть одна ничья нужна в угар в двух партиях, в этом случае он выиграет этот матч. Конечно, дисконнект немного нам испортил красоту, дисконнект в первой партии, но что поделать, как говорится. Что-то напоминающее разменный каракан, то есть только вместо Е4 бьет Д5, получилось Е3 бьет Д4. А так структура та же самая. Тут есть много нюансов этой позиции, она намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. То есть в принципе достаточно важно будет, кто ее лучше понимает. Но не надо забывать, что это все-таки блицы. Как мы уже убеждались, в течение этого матча можно получить абсолютно выигранное и все равно это ничего не решит. Ферзь Б6. Здесь интересно, есть ловушки, связанные с ходом КНБ4 и потом СН2 при такой конфигурации фигур. Но не здесь. за черный смотрится достаточно аналогично как-то все разменять и пойти Е5, потому что в этом случае вскроется игра и после Д4 откроется слон на ЖС. И если все сложится для них удачно тактически, это будет достаточно легкое уравнение. Ну да, и можно, например, здесь бить на Б3 и пойти Е5, это выглядит логично, потом где-то пытаться пойти Д4, правда тут сразу конь станет на Д4, что может быть не очень приятно. Но в лице обычно мимо таких возможностей, как какое-то конкретное преобразование люди не проходят. Да, на Д5 теряется, два слона у черных есть, так по виду это не дает достаточной компенсации за счет того, что слон чернопольный упирается в пешке Б23, но до победы еще очень далеко Бел. Потому что достаточно симметричная позиция, одна пешка против двух слонов это размен, который близок к равноценному. То есть только белый борется за перевес, но до победы очень далеко. Б4, где-нибудь ладят до 1, белые пойдут, пока идет просто небольшое усиление позиции. Сбить на Б3 наверное надо, разноцветные стороны слоны всегда предвестных ничей, как известно. Теперь после короля ф8, где-то очень похоже на позицию, которую черный удержит. Пешки стоят достаточно неплохо, можно пойти черными а5, перейти слонов c5 и сказать, что на них чуть-чуть похуже, но не так много. Король g7 тоже имеет много смысла, видимо, связано с какой-то идеей, может быть, игры на королевском фланге, путем слон h4 на f4 видимо поставят слон f2 и потом ладья е3 то же самое на f3 а, даже ладья е1 и сдянуло-то будто бы даже матиос на ладья d2 видимо поставят слон g5 не видно сразу, как разменять черным ладьи, но после ход ладья d2 уже придется идти на серьезные ступки. Хотя, кстати, не такой простой разноцвет, потому что после взятия белый король мгновенно пробегает на b5 и, кстати, это может быть достаточно тяжелой позицией. Конечно, слоны ничьи, но они не настолько ничейны, как это может казаться. Кстати, я бы, может быть, даже сбил на яден, но тоже можно понять матиоса все-таки в партии, когда по заказу нужна победа, переходить в разноцвет это достаточно рискованно. Может, переиграть в матч, типа, эта тренировка была? Белых план достаточно простой. Идти королем на ферзи у фланга образовывать там проходные. И плевать на эту пешку h3, конечно, она важная, но у белых нет вариантов. Кроме король b5 тоже не очень представляется, что еще можно сделать. король b5, можно пойти h5, жаж, ладья пойти король h6 и стараться играть на перевес на ферзь на фланге. Даже интересно, какие размышления у матерса. Может быть, он хочет пойти а5, но после а5 было не очень понятно, что наварили белые. f4, кстати, очень интересно. То есть, после слона f4. Идея, видимо, в ходе ладья е7, напали на f7, a7. А куда еще черным отходить, непонятно. На d8 нельзя ладья е8. Не то, что нельзя, но его просто сгонят с этой диагонали и все равно ладья белых встанет на е7. Тут, кстати, нельзя сказать, что это очень хорошее преобразование для белых. Король черный ходит на а6, где он огражден от всех шагов, всех угроз. Пешку b2 сейчас можно постараться съесть, слон b2 можно пойти или слон d2. И это уже выглядит, как даже более ничейная позиция, чем она была в разноцвете. Да, надо играть на ферзевом фланге, действительно. В турнирах Харлсон играет по два матча и тайбрейк. По два матча и тайбрейк, да, вы правы, ну, если матч заканчивается в ничью. А здесь все идет к тому, что сейчас партия завершится в ничью и матч выиграет в угар Расул. Король b5 можно пойти скорее от безыходности, потому что ну, а что еще делать? Слон f3 это слишком пассивно, слон f3 это скорее попытка отказаться от разменов просто чтобы отказаться от разменов. Да, надо сказать ладья a7, король b5 и постараться толкать пешки а и b. Может быть даже отдать качество на поле b6. Ух ты, ладья g3, на b6 бить ни к чему не ведет в контексте каких-то преимуществ, потому что теряюсь на b4. а почему бы не сбить на b6? А, так потому что слон e3 там было даже так. То есть еще хуже все для белых. Теряет матерс на b4 и теряет скорее все шансы на победу, потому что ну, а за счет чего здесь выигрывать? То есть если черные поставят слона на c5, можно будет сразу соглашаться, а если белые сидят на b6, то тоже можно будет сразу соглашаться. симметричная позиция без каких-либо перевесов плюсов для белых. Пока белые будут вести пешку a, черные будут вести пешку g, и в конце концов они пойдут одновременно. Слон b5, например, g4, а5, g3, или опять ладья g5, может быть. Белые упустили перевес, отказавшись от размены ладей. Да, я с вами согласен. Действительно, у меня как раз летом в одном из турниров был случай из практики, когда... Ну ладно, давайте я уже позже расскажу, потому что сейчас мы с вами наблюдаем конец матча. Что ж, получается. Всем спасибо. Суба. Hi, everyone. Hi. Yes, so, yeah, congrats, Lugaru, that was an interesting match. Yeah, especially probably games 4 and 5, right, with your pawn on e6, queen on h6 and rook on g7 somewhere, right? Yeah, I didn't see exactly how you could win, actually, but, I mean, it felt winning, but at the same time. Yeah. Anyway, yeah, so, if you want to share any thoughts on the match, you're welcome to do it. So, thanks for the match, Matthias, it was nice having you and best of luck later. Yeah, Lugaru, поздравляю вас, очень интересный match. Особенно LADY D4 может быть в 4-й партии. LADY D4? Когда я заявил LADY D5? Да, наверное, да. Нет, может быть наоборот, когда вы пошли LADY D4 и F1 мат. Ха-ха-ха, да-да-да, понял. Но этот поэзер не был просто проигран, я думаю. Но первая партия была выиграна, потом очень плохо играл, и у него интернет идет, этот матч я выиграл. Но другой, я думаю, мы играем как равное, но он очень много заявил, я думаю. Но сегодня я очень рад выиграть этот матч. Поздравляю, поздравляю. Anyway, thank you, thank you both, great having you, and best of luck. Thank you. Друзья, перевести, я думаю, могу только сказать, что пожелал всем удачи, сказал всем спасибо за игру, очень интересная была четвертая партия, всем спасибо, всех поздравляю, надеюсь, всем было весело, это главное. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok